В польской Гайновке, центре белорусской диаспоры Польши, состоялась презентация фильма «Серёжа» режиссёра Юрия Калины. Фильм, который повествует о жизни героя Сергея Нечпорука, отражает и судьбы православных белорусов подлясья, начиная с послевоенных лет и заканчивая современностью. Подробности в сюжете съёмочной группы нашего Восточноевропейского бюро телеканала. Ещё за полчаса до премьера фильма «Серёжа», организованной Гайновским отделением Кирилла Меходиевского братства Польши, городской дом культуры наполнился зрителями до отказа. Люди пришли не только посмотреть долгожданную премьеру о своём земляке, уроженце этого уголка подлясья Сергея Нечпоруке, но и обсудить последние события в жизни городка. Белорусская Гайновка до сих пор взбудоражена прошедшим здесь маршем памяти так называемых проклятых солдат, на котором польские националисты чествовали бандит Рамуальда Райса по прозвищу «Бурый», чей отряд прославился в 1946 году с сожжением окрестных белорусских деревень вместе с их жителями. Нам обидно, привезли в Гайновке народовцев из Ломжи, из Белостока. Удивлена тем, что жителей Гайновки не было почти в этом походе. От рук польских подпольщиков под началом Бурова, которую объявили своим героем ультраправые, 70 лет назад погибло 80 белорусов, в том числе братья и родственники главного героя нового фильма Юрия Калины – Серёжа. И хоть Сергей Нечипорук родился в сожжённой бандитами деревне уже после трагедии, ему всё равно пришлось переживать её всю свою жизнь. В каждых вечерках спотыкались люди и рисовали в моей дитячей голове в образ этого страшного пожара, этой трагедии. Потом, когда я ходил на могилы своих братчиков, мне хотелось их ротоваться, я уже не мог. Трагедия послевоенных лет отразилась на жизни многих белорусов Польши. Те из них, кто остались у родных очагов, не бежали от преследований бандитов Советский Союз, длительное время жили в страхе. Как избавиться от него? На каких ценностях строить свою жизнь? И показывает Сергей Нечипорук. Господин Нечипорук, так как многие здесь, стал членом коммунистической партии, он даже был идейным коммунистом. В 1976 году он сообразил, что коммунизм – это ложь, как он говорит, и обман. И он бросил партийный билет, и, что интересно, стал изучать закон Божий, записался в православную семинарию в Варшаве. 30 лет он работал как частный строитель домов из дерева, храмы строил. А сейчас в той деревне, где в 1946 году сожгли, убили его семью, сейчас его дочь, монахиня Елизавета, живет в православном монастыре, и там молится за покой душ убитых именно в 1946 году безвинных православных белорусов. После премьерного показа фильма «Сережа» в зале Гайновского ДК состоялась и беседа с главным героем. Сергей Нечапарук призвал людей не поддаваться на провокации польских националистов. Активисты Кирилла Мефодецкого братства Гайновки поблагодарили жителей за подписи под открытым письмом президенту Польши Анджою Дуде, которая во многом и положила начало общественной дискуссии, посвященной культу таких сомнительных героев, как Бурой. И общий тон, высказанный польскими газетами, показывает, что общество готово к диалогу, к пересмотру пантеона проклятых солдат, попольщиков после военного времени, часть из которых запятнала себя убийством мирных жителей. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Гайновка. Польша. Продолжение следует...